всем привет что-то нахлынуло на меня посмотрел картинки в интернете о небольших ножах особенно скиннеры понравились но и тут нашелся обломок большого лезвия из углеродистой стали такого побитого жизнью но решил сотворить нечто подобное заодно и первый нож который делал из опасной бритвы который супруга забрала иногда им пользуется о чем хотел сказать вот сам шит уже высох после моей обработки выварки очень похож на кость из него даже режут этот немножко шлифанул на абразивной ленте цвет такой более более интересный даже получается вот так же этот полимер который нашел не так давно попытался его сейчас еще раз поближе покажу он не сказать чтобы твердые не мягкий что-то среднее то есть исключительно если его ставить на рукоять будет как полочный вариант такой но он не предполагает никаких других вариантов обрабатывается довольно легко то что он советского периода никаких сомнений а что это из себя на основе какого-то пластика для смолы слишком мягкий мало вроде более твердая в общем поэкспериментируем сам шит обрабатывается конечно не очень легко то есть он режется лучше чем шлифуется если какой-то абразив применять опять же он может перегреваться с такая интересная как деревяшка буду экспериментировать ну и вот решил наделать из таких клинков кстати некоторые очень сильно ржавеют узкие не знаю совсем есть узенькие такие не факт что они для чего-то подойдут для вскрытия конвертов на пригодятся нашел добу побитую жизнью и коррозии на практически клин такая толстая обушок довольно мощный вот именно по форме самих кончиков еще не разобрался что такую форму не особо хочется делать хочется что-то поинтересней но это уже в процессе так вот о самом маленьком скиннере углеродистая сталь еще раз повторюсь штифты латунные резать не стал нашел очень банку это вилки от розеток советских в принципе подошли по 4 миллиметра рассверлил попробую все это поближе продемонстрировать на рукоять поставил подук заготовочка есть небольшая для ручек на бритвы там несколько штук тонких там порядка 6 7 миллиметров вот такой вот пока заготовка здесь эпоксид оба обро фирма в принципе тут без разницы какую ставить просверлил отверстие кстати сверлится с твердосплавной напайкой с маслом довольно неплохо сверлится железка здесь не твердая но не очень твердая из такой для каких-то походов наверно более актуально потому что подправить можно будет я думаю большинство камней или ту же кожу здесь он сведен в ноль можно сказать еще конечно не доделан вот как-то так это выглядит конечно на днях все это закончил как-нибудь в следующем видео уже покажу результат что получится на мой взгляд довольно интересное можно сделать из подручных средств и особенно из старых больших ножей или ненужных многих они валяются под убитые можно что-то сварганить миниатюрное в общем вот такой вот экземпляр поаккуратнее постарался все это сделать так что вот заказы все отправил все что обещал так что буду ждать что осталось один камешек остался в клею что получится посмотрим пришлось все это бормашиной обрабатывать поверхность фрезера у меня нету можно сказать на коленке получается так если более или менее аккуратно делать такое не совсем ровное основание но за счет клея швы заполняю специально просто пилки оставляю кому интересно будет небольшие баночки с опилками разных пород дерева советую их не выкидывать могут очень часто пригодится но и вот стыки заполняю исключительно клеем с опилками и вот сам шитиком конечно интересно должно получиться но это уже буду делать на все же попробую на таких клинках именно от бритв так как их проще сточить до определенного момента и непосредственно уже делать с одной монтаж здесь использованы накладочки сам шиль пробовал резать очень это уж сложно за неимением каких-то материалов той же пилы хороший желательно ленточная вот таким изделием все это очень сложно получается и долго лобзик в руках неудобно на тиски в тиски зажимать тоже очень непрактично ну и также с больстерами там алюминий медь латунь решил тоже использовать подручные средства также вот такое изделие часть была что-то похожее на пушку хромом или никелем покрытая медь очень мягкий податливый материал еще старый буду с ним экспериментировать и отрезал также кусок латуни довольно твердый материал попался сплав какой-то с большого листа также найденного надо будет как-нибудь снять где лазил там еще с советских времен очень много залежей и металла деревяшки коробочки различные когда-то были классы и по труду и по химии то есть такие интересные места за будет отдельно снять видео по полимеру даже не знаю что это такое еще раз такой полимер обрабатывается легко и абразивом и вручную то есть все это по размеру как свеча думаю на одну рукоять хватит что вот нечто похожее на современные материалы сейчас попробую еще поближе но мальчу все это дело вот такой вот интересный материал попался возможно даже что и самодельный но и так чтобы отдельно не снимать может кому пригодится на наковаленки также в закромах ставки пойдет думал сначала что это вулканитовый круг оказалось даже полезнее по большому счету это толстая резина не резина то есть очень плотная твердая очень хорошо использовать как подставку во-первых уж глушит вибрацию ну и шум также опять же на ней можно исполнить исполнять какие-нибудь аккуратные вещи чтобы не на не растрескивалась так что очень хороший вариант взять кусок резины найти где-нибудь сейчас сложно то есть круг также похоже устанавливался вточила не знаю возможно на него наклеивали абразив либо полировали что-то этот круг заброшенная столовая была там нашел в общем то вот так вот такой вот ножичек получается кому было интересно может пригодится что-то всем удачи всем пока а а а а а а Продолжение следует...